Застройка исторического центра высотками и заполнение рекламными щитами не вписывается в архитектурный ансамбль города. В первую очередь в список ЮНЕСКО должны попасть объекты 19-20 века. То время, когда в Одессе уже сформировались архитектурные ансамбли. Срезать все диссонирующие коробки, светодиодные экраны и все остальное, что абсолютно не соответствует той среде, которая была сформирована на начало 20 века. И это является существенным препятствием к включению в список ЮНЕСКО. Заняться этим должны власти, разработав соответствующие программы. Общая площадь территории, предполагаемая для охраны ЮНЕСКО, 95 гектаров. И рекламным вывеском на этой части города не место. Кроме ядра исторического центра существует очень большая буферная зона, которая определяется тоже номинационным досье. Это зона влияния объекта культурного наследия и его сохранения. На данный момент одесские архитекторы сами оценивают, в каком направлении работать, чтобы попасть в список всемирного наследия. Позже к ним подключатся международные эксперты. Это очень сложная и очень комплексная работа. И на этом этапе эта работа выполняется. И есть результаты. Эксперты настроены оптимистично. Они считают, что после их работы Одесса будет внесена в основной список ЮНЕСКО.